Дело сейчас открытое. Когда ИЗАК себе его забрал, следователю он дал, следователи хорошие там все это, Екатерина Валерьевна, а, Ирина Валерьевна, Ирина Валерьевна, вот, все, мы даже с ней съездили на следственный эксперимент с тем свидетелем, которого мои друзья, мои одноклассники по интернету нашли, то есть он вообще лицо не заинтересован, он не при делах. Это как раз Альберт. Вот это Альберт, да, Азизов. И вот мы с ней съездили, он прямо на месте, я там перегородил дорогу, это лента и все как положено. Он показал, как машина стояла, все, все показал. Но нужна экспертиза в любом случае, четвертая, потому что первые три ни о чем. Вот мы ждем эту экспертизу, так как мы стоим на очереди, как мне сказал следователь, мы там 16-й, но это было полтора месяца назад. Экспертиза именно государственная? Именно государственная не принесла. Рассказываю, когда я обратился в независимую, я говорю, ребят, проконсультируйте, они говорят, мы, дядь Миш, тебя проконсультируем, но независимая, если ты закажешь нам независимую экспертизу, а ее ни к чему не представишь, потому что она считается юридически неправомерной в уголовных делах. То есть не является доказательством? Да, 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 да. Если, говорит, мы ее сделаем, а как милиция на это посмотрит, они могут ее просто выкинуть, а могут как-то сопоставить, там, зависимую и независимую, мы, говорит, не можем. Так что, говорит, давай ты пока добивайся этой самой государственной экспертизы нормальной, человеческой. А это можно вообще сделать, добиться? Не знаю. Какой шанс, что она? Ну, если опять от 0 до 90 не будет, да? Я не знаю, не могу сказать. От 0 до 90, потому что они? Они боятся уголовной ответственности за дачу, ну, за свою ошибку. То есть, если они ошибутся, им грозит срок какой-то? Ну, уголовное преследование, там, срок, не срок, я не могу сказать, а так широко они отвечают, поэтому вот. А независимо она сразу, он сразу начертил, у меня есть это, чертеж, который они начертили, там, да, машина стояла под каким-то там углом, я не помню, 45 или 60 градусов, вот от нуля. А вы говорили, вот, что свидетель рассказал вам, когда он был на месте ДТП, да, вот, когда все случилось, что его домой отправили. Да, конечно, я с Альбертом, вот он сейчас в Москву уехал. Ну, чуть ли не каждый день, или встречаюсь, просто разговариваю. Вот, вот, с самого начала, когда вот я его первый раз увидел, он говорит, Альмиш, я, говорит, не понял, почему? Я говорю, что? Ну, я вроде, как это, ну, он не видел, вот, что самое главное, он не видел самого удара, самого удара он не видел. Он видел уже последствия, он видел, как летит мотоцикл, как машина заносится, встает, качается, как он мне говорил, даже качается, когда я подъехал, значит, качалась. Вот, как, то есть первое мгновение он видел после ДТП. Да, 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 вот, и он говорит, Альмиш, я, говорит, удивился, я, говорит, Саша полчаса жив был еще, он рядом с ним сидел. Вот, он подъехал на «Газели», а уже 7 ноября же был в прошлом году, вот, уже, прохладно было, но еще можно было ездить, Саша тепло был одет. Я, говорит, из машины взял свою одеялку, это, подстелил он под голову, так как он живой был, прикрыл его, вот, сбегал, говорит, мотоцикл заглушил, он отлетел там на 20 метров тоже. Вот, и рядом с ним был я, говорит, и вызывал ей милицию, я вызывал ей скорую помощь, с телефона, у Альберта своего не было телефона, вот, а Сашин, когда он упал, выпал Сашин телефон. Он его открывает, а тут, вот, где деньги, минус там 100 рублей было, но у него, видать, так сделано, что он может, вот, уходить на просрочку. Вот, он видит, что минус, не стал набирать, он взял телефон у пассажира, вот этого полубабкина, водителя, и сего телефона уже вызывал милицию. Милиция, говорит, быстро приехала, потому что они, где-то там на трассе были, вот, а скорая помощь, говорит, приехала минут через 30-40, вот, ну, как выясняется, ну, я не знаю, Альберт, он парень молодой, 25 лет, дагестанец, хороший парень, он, ну, он, наверное, не понял, милиция это или МЧС, для него все это одинаково, может быть, в той ситуации для любого было это одинаково, ну, приехал с мигалками, красное написано там, и все, вот, а оказывается, приезжали, это приезжали МЧС, ну, неважно, вот, вот, когда это самое, Саша уже умер, вот, Саша умер, он подходит к этим гаечникам, кстати, когда гаечники приехали, они даже не подошли, они говорят, он живой еще, Саша, это, Альберт сидит около Саши, говорит, да, живой, они говорят ему, это его слов, это первый, вот, который, вот, он, первый раз я когда встретился, он был тоже в шоке, от всего этого, сейчас, конечно, все это забывается для него, для меня-то ничего не забудется, вот, он говорит, дядя Мюш, я, говорит, не понял, они даже не подошли, живой, живой, а что ты там сидишь, отойди от него, он говорит, ну, как же так, ребят, я отойду, человек живой еще, выживет еще, я вот его тут успокаиваю, вот, ну, и все, они стояли там, курили, видать, вызвали, но это уже потом, я понял, что они вызвали там вот это следователи, с РОВД, и все, и когда Саша умер, он к ним подходит и говорит, ребят, мне что делать, к этим гаишникам, вот, они, говорит, езжай отсюда, он говорит, как езжай, ну, я все-таки что-то видел, вы меня как-то, запишите мои данные, машину, вот, они, говорит, тебе сказали, езжай, значит, езжай, ну, а я, говорит, что, говорит, против них сделаю, я, говорит, сел и уехал. То есть при нем они не переставляли, да, они уже когда... Конечно, вот в тот момент, когда они его отпустили, уже никого не было, то есть были вот милиция, были, был это Полубабкин своим пассажиром, ну, и проезжающие машины, но проезжающие машины, они ни о чем, потому что мало кто там что делает, вот и все, и я так думаю, например, что вот в этот момент они, машина, что-то произошло, потому что по всем следам, по всем фотографиям, там, она шипованная, это 15-е, там, вот эти все юзы, заюзы, говорит о том, что машина стояла поперек, поперек, а когда я уже приехал, вот, я не помню, кто мне позвонил, не буду врать, вот, а я был в Энгельске как раз по работе, я пока туда доехал, ну, наверное, часа, ну, час с лишним прошел, я пришел, она уже стояла, машина, вот эта, 15-я Полубабкина, стояла уже на обочине почему-то. И он там был, сам Полубабкин? Все там были, да, да, там уже был исследователь уже РОВД приехал, все были там. Вы в тот момент с ним не разговаривали? Он пытался ко мне подойти, ну, поймите, мне не до него было, он пытался там объяснить, да вот, понимаете, я проскочил поворот, я вот прижался, он мне взад въехал, я ему единственное сказал, я говорю, парень, пока не до тебя, ты не приставай сейчас, и все, и больше я с ним. И уже потом вы сами начали, да, вас не вызывали, ничего, вы сами начали ходить в полицию? Ну, сперва была тишина, ну, во-первых, приезжал дежурный следователь, потом в РОВД, я понял, так дело рассматривает и передает, как он следует, кто будет отвезти. Далее этой Зубаревой. Первая, первая, вот, ну, ничего не было, но я на тот момент, до 40 дней Сашиных, вот, поминок, я вообще не знал, что есть свидетель. То есть я так и думал, единственное, кстати, я у Полубабкина спросил тогда, меня это очень вопрос сразу волновало, я говорю, мучился или не мучился, сын? Он говорит, нет, мы, говорит, выскочили из машины, сняли с него шлем, он два раза прохрепел и умер. А когда уже после 40 дней, я встречаюсь с этим, с Альбертом, тут совсем другая картина. Поэтому. Альберт, он как, он сам появился в соцсетях? Рассказываю, мои одноклассники это выставили, в это, в интернет выставили Сашину фотографию и описали, что вот такая, произошла такая авария, просьба, кто видел чего-то, что-то, обратитесь. Вот Альберт откликнулся. А, угу, поняла. Вот и все. И потом уже, когда, вот почему дело передали второму следователю, вот, от Зубарева, это ты? Нет, Зубарева, первый следователь. Первый, да, потом дело закрыли, вы обратились к вам? Нет, 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 да вы что? Уже год прошел. Потом Зубарева это дело закрыла, мы с женой подали в суд, в Саратском районе, так как в Саратском районе произошло, это, передали, вернее, подали в суд, суд рассмотрел все это дело, ну, конечно, а, байкеры молодцы, они дали адвокатов, адвокаты нам, хорошая девчонка, вот, она все это дело раскручивает, вот. Мы обратились в суд, и суд опять вернул дело на доследование. Но, когда дело закрывает РОВД, они передают это дело в свою прокуратуру, в Саратском районе, в данный момент, вот, та вроде изучает, и или закрывает, подтверждает закрытие, или возвращает назад. В общем, там чуть ли не полтора месяца прошло, после того, как они закрыли, и я понял, что они передают же в прокуратуру, чтобы прокуратура подтвердила или не подтвердила закрытие. Тишина полнейшая, просто полнейшая. И когда мы уже были на суде, пришел факс, уже прям в суд, что, вроде того, прокуратура это дело продляет, не закрывает, а продляет это разбирательство в этом деле. Ну, и там ставить ряд, у меня тут есть ряд вопросов, там, опросить опять гаишников, еще какие-то ряд вопросов, ну, такие незначительные. То есть, я понял так, ну, я сразу понял, ну, и плюс еще, как говорится, человеческая молва, ну, милиция и прокуратура это одно и то же. А второй раз вы говорите? Потом, когда дело вернули на доследование, назначили другого следователя, Романенко. Он ушел в отпуск благополучный? Нет, он не ушел в отпуск, он занимался. Зубру я просил, да просите этого, Альберта. Она говорит, а где я его могу найти? Я говорю, мы чего, ну, мы не живем, что ли? Он в соколе живет. Ты мне его привези. Я говорю, что значит привези? Вы время назначите? Я с ним согласую, может, он в это время. И тогда я вам привезу без проблем. Тишина полнейшая. Мой адвокат, даже больше того скажу, мой адвокат пишет ходатайство на имя следователя, чтобы та вызвала его и опросила. Но даже вот в этом вот деле есть, что Зуброва просто отказывает в этом профессиональном действии. То есть она не желает его допрашивать. Без оснований беседует? Я не знаю. Отказывает вот и все. А потом вы говорите, вообще в машине начали возиться чем-то его, да? Кого? Дело это, что вот должны... А, нет, рассказываю дальше. Это целая эпопея. Вот. В общем, суд возвращает, назначает вот этого Романенко. Вот. Тот, видать, или дел у него много, или они все такие, я не знаю. Не буду врать. Все мы люди разные. Вот. Шалка-валка, я его все-таки, как говорится, вынуждаю, чтобы он... И привожу Альберта, он его опрашивает. Все-таки опрашивает. То есть это уже пошел второй круг этого дела. Первый закрыл Зуброва, пошел... Вот, опрашивает. И потом через какое-то время я ему звоню. Он говорит, Михаил, ты знаешь, я сейчас перехожу на другую работу. Это дело отдаю другому следователю. Я говорю, какому? Я говорю, я не... Он говорит, я не знаю. Это знает, там распределяет, или там как назначает начальник. Или следствие у них там есть такая... Сергита. Ну, это фамилия прям такая вот. Начальник следственного отдела Саратовского района. РОВД Саратовского района. Или, говорит, начальник. Ну, и все, я опять две недели подождал. Приезжаю, тишина. Я звоню, значит, этого... Добиваюсь, как утек, стою там в этой приемной. Не приемной, а даже на входе в РОВД. Вот, звоню начальнику сразу. Я говорю, так и так, что такое, почему так? Мы же назначили, говорит, следователя. Я говорю, кого назначили? Он говорит, вот такую-такую, звони ей. Звоню ей, выходит девчонка молодая. Ну, тоже, видать, после института, все. Выходит и говорит, вы знаете, мне, говорит, дело только сейчас дали. Пять минут назад. Я с ним не ознакомилась. То есть после вашего звонка быстренько решили? Да, конечно. Ты будешь следователь. Да, 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 конечно. Ну, это я прям... Вот, она выходит и... Может быть, она неправильно сделала, подвела своего начальника. Я не знаю, конечно. У них там свои взаимоотношения. Ну, вот она прям прямым текстом мне говорит. Я, говорит, мне только сейчас его дали. Я даже с ним не ознакомилась. Вот, давайте, говорит, а это была, по-моему... Ой, среда, что ли, или вторник. Давайте, говорит, завтра я с вами созвонимся. Вот, я ознакомлюсь. Я дам на экспертизу еще раз. Это вот на вторую экспертизу дело. Вру. Уже на третью. Две экспертизы были с Костинчук. Ой, с этой. Зубаревой, да. Вот. Ну, и все. Я через какое-то время, там, через день к ней прихожу. Вернее, звоню ей. Я говорю, вы отдали? Она говорит, отдала. Ну, и все. Потом как-то опять прихожу с ней побеседовать. Там, ну, все-таки дело, она новенький человек. Вот. Я говорю, вы дело-то отдали? Она говорит, сейчас я узнаю. Звонит куда-то и говорит, вы знаете, вот я вот отдала водителю это дело, чтобы он отвез в экспертизу. Ну, я не знаю, как это организация называется, где делают экспертизу. А он, говорит, забыл. И вот, говорит, вот неделю возит в багажнике там. Ну, тут меня, конечно, возмутило. Я просто взорвался. А это было после работы, часов в 6-7. Я тут же сажусь на автобус и еду в прокуратуру Саратовского района. Прямо захожу, говорит, хорошо прокурор был на месте, он у них там новенький. Вот. Захожу в прокуратуру, ему все объясняю. И там как раз был замначальника следствия. Там Фролов такой есть. Вот. Мальчик для битя, как я понял потом уже. Вот. И он как раз там какие-то дела привез с РВД сдавать. Я говорю, да, вон он, зам. Он в курсе этих дел. Я тоже с ним разговаривал на эту тему. На тему этого следствия. Он его вызывает. Ну, гляжу, сидят, мило беседуют. Я думаю, ну, все ясно. Я говорю, здесь простому человеку делать нечего. Вот. Я когда я объяснил прокурору, он говорит, давай так, ты мне их завтра обоих привозишь. Я второго свидетеля нашел. А, вы еще одного? Еще нашел. Это Альберт после наших бесед неоднократных. Он вспомнил, что когда вот произошла эта авария, он был там на этой аварии, проезжала его знакомая, остановилась, и к нему подошла и говорит, Альберт, это ты, что ли, в аварию попал? Он говорит, да нет, это не я, это вот 15-й и вот этот мотоциклист. Ну и все, она села, дальше уехала. Но она видела, как стоят. Да, 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 да. Так что вот так. Ну, вот он вам говорит двоих привезти. Вот, он говорит, привезти. Я звоню Альберту, он говорит, дядь Миша, я сейчас в Волгограде вообще. Вот. Звоню, значит, второй Галине, второго свидетеля. Он говорит, дядь Миша, я не могу. Я к нему захожу, я говорю, вы понимаете, вот завтра я не могу их привезти, в силу того, что один в Волгограде, а один занятый. Он говорит, а когда сможешь, я говорю, да я не знаю, когда я смогу. Он говорит, ну а что тогда? Ну и ничего, я тогда закрыл дверь и ушел. Ну, я, например, я понял, что там ловить нечего, там справедливости не будет. Ну и все. И все, и потом я, значит, ну с ребятами общаемся, с друзей много. Вот, один мне посоветовал, говорит, обратитесь в УСБ насчет гаишников. Ну и все, я приехал на Соколовую улицу, они сейчас там находятся. Вот. Обратился в УСБ, там тоже дежурный офицер, я говорю. Вот, написал заявление на имя генерала Аренина. Вот, они неделю рассматривали, назначились следователя, или там дознавателя, я не знаю, как он называется, в УСБ. Вот. Ну, Алексей. Он взялся за это дело, я ему привез. Вот. Я всегда предлагаю свои услуги, потому что я водитель. На работе давно работаю, мне идут на встречу, отпускают, там все. Машину дают. Я ему привез Альберта, он его опросил. Потом привез Галину, тоже его опросил. Он ее опросил. Потом как-то звоню, он говорит, Михаил, ты знаешь, у меня дело забрали. Передали другому. Тоже Алексею, кстати. Я говорю, не понял, а почему так? Он говорит, ну, я, ну, типа как я в отпуск ухожу. Или, может, ушли специально его в отпуск спасать. Не знаю, не буду врать ничего. В отпуск ухожу. Вот Алексею. Ну и все, я с этим, с другим Алексеем начинаю общаться. Совершенно другая картина. Это вот, понимаете, вот с первым Алексеем я разговариваю, я разговариваю, ну, будем говорить, как на равных, да? С человеком. Да, с человеком. А с этим я разговариваю, вот чувствую, как будто я виноват. Уже заранее во всем. Заранее во всем, да. Ну и все, он начал тоже какие-то действия проводить, то-се, этого опросить, этого опросить. И как-то в один прекрасный момент прихожу, он говорит, а мы дело закрываем. Вроде того, провели свое служебное расследование, мы его, нет состава преступления, я говорю, не понял. Что значит нет? Ну, он мне начинает там фотографии показывать, вот по следам, вот я посоветовался с водителем вот этой скорой помощи, ну, МЧС. Вот. Он говорит, что, ну, в своих показаниях вот этот водитель, который приезжает на аварию, что вроде бы машина стояла поперек, но он обратил внимание на следы этой машины. Я говорю, ну, понятно, я говорю, бревно не заметил, а спичка вот она. Ну, не важно, вот мы с ним решили, что вот при таком юзе она вот так и должна остановиться. Я говорю, ну, что, вы эксперт или водитель эксперт? Есть же эксперты. Я не понял, почему делать такие выводы с каким-то водителем. Ну, в общем, они дело закрывают. Я иду к начальнику УСБ. Вот, тоже звоню, записываюсь, иду к нему, он не назначает время, я прихожу к нему. Ну, вы знаете, это разговор. Нет. Сейчас я скажу, как этот разговор, знаете, вот когда со стенкой разговариваешь, хотя бы их отдается. А это вот разговариваешь с пустотой. Я ему начинаю говорить, почему вот это так, почему вот это так, почему вот это так. Ну, нет ответов. Вот, а они уперлись в этот полиграф. Ну, естественно, я проконсультировал, что такое полиграф. Полиграф, ну, они, конечно, на него большой упор делают, но, вроде того, этих гаечников на полиграф там записали-то уже в очередь. Ну, я проконсультировал, полиграф тоже можно обмануть. То есть, можно вопросы так задавать, можно так задавать, можно эти вопросы задавать, можно другие задавать. Ну, там мне целую лекцию прочитали, как обойти этот полиграф. Ну, бог не, полиграф, полиграф, прошли полиграф. Почему-то прошел один. Второго не стали. У них, говорит, очередь. Я говорю, ну, когда на очередь записывали первую. Что, двоих нельзя было записать? Или там как? Ну, где логик? Вы, вот, взрослые люди, вот, сидим вот друг перед другом. Ну, вот так. И, в общем, они это дело также закрывают. Я записываюсь к Аренину на прием уже. Вот, но я записался, прием назначили, не помню, как вот числа. Как раз приезжал вот этот вот самый главный поп. Кирилл. Кирилл, да, пусть будет Кирилл. Вот, приезжает этот поп, ну, естественно, Аренина не принимает, принимает его зам. А зам, это вот тот полковник, который пришел вместо ИЗАКа. Начальник следственного отдела области. Или вы там. Новый полковник, новый человек. Ну, мы с ним, ну, некоторые там, которые в очередь сидели, повзмущались и ушли. Говорит, мы записывались к одному, принимает другой. Это неправильно. Во-первых. Во-вторых, предупредили, прям вот, за пять минут до приема. Сказали, генерал не будет, будет вот это. Ну, как так? Вот. Вот, но я все равно остался, побеседовал с этим полковником. Ну, вы понимаете, новый человек пришел. Это, опять же, с моей колокольни, вот, с обывательской, да? Пришел новый человек в такую структуру милицейскую. Пока он поймет, кто есть кто, кто чей человек, кто блатной, кто там голодный, я не знаю, кто прикрытый, там, закрытый или еще что-то, это время пройдет. Ну, мы с ним побеседовали. Я его спрашиваю, я говорю, а если я все-таки закажу техническую экспертизу независимую? Он заказываю, я говорю, ну, а юридическая она же не действительно получается. Мы найдем, вроде, способ, как это дело совместить, как это найти, так сказать, это, ну, общий знаменатель. Ну, я опять обратился независимый, говорит, ну, что ты, говорит, дело не в деньгах. Это просто вот Антон, такой парень, видать, хороший. Он говорит, дядюш, ты сейчас денег выкинешь, а ее ни к чему не пришьешь. То есть лучше требовать уже официальные. Да, требовать, вот. Ну, в общем, я ждал, 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 ничего, тишина. Но, будем так говорить, вот когда назначили вот этого следователя Ирину Валерьевну, вот, ГСУ, как они ее называют, там же у них специальный отдел по ДТП. Вот она там занимается этим делом. Просто на ихом этапе, на этапе вот этого ГСУ, застопорил в том, что ждем экспертизу. И все. Сейчас вот, получается... Ну, от УСБ никакого ответа, не привета. Вы говорили, вот, что он начал что-то на вот этого Альберта, да, начальнику УСБ, что там какие-то ПДД искать у него. Это вот следователь второй, который, Алексей, с которым я говорю, я сижу и чувствую себя виноватым. Знаете, вот, когда я с ним беседовал, я все время хожу с ним, беседую, я говорю, ребят, как, на каком этапе, что, почему, что-то мне говорят, что-то не говорят, но не важно. И вот он мне говорит, а ты знаешь, говорит, вот у Альберта мы подняли, у него вот нарушение правил дорожного движения, вот эти ПДД. Я говорю, стоп. Я говорю, а при чем здесь ПДД? Я говорю, для меня он пусть хоть 10 раз судимый будет, он для меня дорогой человек, который был с моим сыном в последние минуты жизни. Ну, и там, ну, разговор ни о чем. Начал мне вот объяснять вот эти проследы, как он посоветовал с этим водителем. Ну, это все несерьезно. Вот, я понял так. Ну, это мне все говорили так, говорит, если есть, говорит, в ДТП есть мертвый человек, обычно на него все списывают, и дело закрывают. А уж кто чего с этого поимел, там, это уже другой вопрос. Да, это уже. Так что, пока все так. Получается, если сейчас экспертиза докажет все-таки, что Саша был не виноват, да? Тогда откроют уголовное дело. И тогда все, все, все по-новой. Видимо, поэтому он и не забирает со штрафстоянки? Не отдают. Не отдают, конечно, конечно. И он к вам не обращался, да? Нет, даже не. Ну, вот, единственное, вот Зубарев один раз сказал, что вот он пытался спросить адрес. Я, говорит, не дала, потому что я, говорит, не знаю, вам это надо. Ну, может быть, она и правильно это сделала, конечно. Мне этого не нужно. Вот, в моем понятии, тву-тву-тву, если бы я на таком на его месте оказался, я бы жил у подъезда. Просто бы. Ну, видать, мы все люди разные.